Программатор Цян Ли iCopy Plus 2.1. Распаковка. Программатор iCopy поможет сэкономить время всем, кто занимается заменой компонентов iPhone. С его помощью вы можете считывать и записывать данные в один клик, используя сам программатор, а также редактировать данные при помощи программного обеспечения iCopy. Мы будем рассматривать комплект с платой для дисплея, тачскрина и вибромотора, а также платой для батареи. Дальше мы покажем, как с ними работать. Любую из этих плат также можно приобрести отдельно. Для начала подсоедините программатор iCopy к пауэрбанку или любому другому источнику питания. Батарея в комплект не входит. Подсоедините необходимую плату. Нажмите два раза на кнопку Write, чтобы изменить язык интерфейса. Нажмите два раза на кнопку Read, чтобы открыть инструкцию. Плата для работы с дисплеем, тачскрином и вибромотором. Запись данных на дисплее для замены восстановления True Tone. Подсоединяем поврежденный оригинальный дисплей iPhone XS к программатору iCopy, чтобы считать данные. Затем нажимаем кнопку Read и ждем, пока завершится операция. Теперь подсоединяем новый чистый дисплей, чтобы записать эти данные. Нажимаем кнопку Write. Готово. Этот дисплей готов для установки вместо поврежденного оригинального дисплея. Что делать, если оригинальный дисплей полностью в нерабочем состоянии или отсутствует? Вы все равно можете восстановить True Tone на дисплее для замены. Подсоедините чистый дисплей к программатору iCopy. Теперь подсоедините программатор iCopy к вашему компьютеру. Запустите программное обеспечение iCopy Plus. Ссылка для скачивания в описании к видео. Нажмите Detect Chip, затем Load Chip, нажмите Create Base Layer. Теперь вам нужен оригинальный номер MTSN. Чтобы прочитать данные оригинального дисплея iPhone, вы можете использовать программное обеспечение 3U Tool. Ссылка в описании. Запустите это ПО и подсоедините iPhone к ПК. Кликните View iDevice Details. Теперь вы видите все необходимые данные. Кликните Cover Board Number MTSN, чтобы скопировать этот номер. Вставьте скопированный номер в строчку MTSN в окне PO iCopy Plus. Нажмите Auto Recording, чтобы сохранить изменения. Нажмите Examinate Data для верификации. Отсоедините дисплей от программатора iCopy. Плата для работы с дисплеем, тачскрином и вибромотором. Запись данных на вибромотор для замены. Вы можете считать серийный номер оригинального вибромотора, нажимая на кнопку Read и записать его на вибромотор для замены, нажимая на кнопку Write. Мы покажем вам, как это сделать при помощи программного обеспечения iCopy. Подсоедините вибромотор к программатору iCopy. Запустите PO iCopy Plus. Ссылка в описании к видео. Нажмите Detect Chip. Затем Load Chip. Подождите, пока завершится процесс загрузки данных. Чтобы прочитать данные оригинального вибромотора с iPhone, можно использовать программное обеспечение 3U Tool. Ссылка в описании. Запустите это программное обеспечение и подсоедините iPhone к ПК. Кликните View iDevice Details. Теперь вы видите все необходимые данные. Кликните Vibrator Number, чтобы скопировать. Вставьте скопированный номер в строчку Vibrator SN в окне PO iCopy Plus. Нажмите Auto Recording, чтобы сохранить изменения. Нажмите Examinate Data для верификации. Готово. Плата для работы с батареей. Чтение, запись и редактирование данных. Возьмем плату для работы с батареей. Подсоединяем батарею iPhone 6S к программатору iCopy, чтобы прочитать и записать данные. Теперь отредактируем информацию о батарее при помощи программного обеспечения iCopy Plus. Нажимаем Reading. Затем вносим изменения. Нажимаем Write In, чтобы сохранить изменения. Теперь обнулим счетчик рабочих циклов и увеличим производительность до 100%. Плата для работы с кабелем Lightning и наушниками. Проверка оригинальности компонента. Неоригинальные наушники Apple. Оригинальные наушники Apple. Оригинальный кабель Apple. Кабель Ugreen. Кабель Foxconn. Кабель Foxconn. USB кабель совместимый с Apple. Кабель Foxconn. Кабельle Восстатка. Кабель. Кабель- Кабель. 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 Субтитры создавал DimaTorzok